Книга открытым оком. Тема старообрядцы. Том 3. Вопрос. 1040. Последние годы в печати было много публикаций о староверах, которые скрывались в тайге, как лыковым. В Воронежской области, в какой-то деревушке, в Канаде, которые переезжают из Китая в Аргентину, в Америку, в Канаду, есть уже 6 переездов. Они терпят большие лишения и стараются удалиться от мира, и все это делают они ради спасения своей души. Все ли у них хорошо и спасительно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В первую очередь, все они потеряли священство, а значит все таинства, и все они в таком случае уже не церковь, а раскол. Они все исключительно упрямы и непокоривые, и считают, что на них держится весь мир и вся вселенная. Когда к ним приезжают старообрядцы, имеющие священство, у которых все абсолютно так же, как у них, то они их решительно не воспринимают. Значит, дело не в никоне, ни в книгах, ни в перстах, ни в пении, ни в форме одежды и ни в постах. Я смотрел фильм про таких скитальцев. Вот с чем я не согласен. Как и все старообрядцы, они не просто выпивают, а напиваются самодельной бражки. И пьют все, мужчины и женщины. Женщины носят украшения. Библию на русском языке они не знают, значит она не является для них руководством, а руководствуется баснями, предрассудками, вроде свиной желчи, которые подали Христу. Подрастающее их поколение уходит от них в мир, и они решительно ничего не могут противопоставить этому. Они пользуются плодами цивилизации очень активно, и дети их видят, насколько легче жить, пользуясь машинами. Государство принуждает их учить детей хотя бы по минимуму, и как видим, все это действует против них. Они исчезают. Если бы они были рядом и поселились в нашем поселке Потеряевка, смогли бы мы им помочь? Да, смогли, но при непременном условии, что Слово Божие будет для них авторитетнейшим руководством, и у них будет священство. Без этого у нас сразу же с ними возникнут недоразумения, возможно споры, разногласия, недружелюбные отношения, и они снова начнут собираться в путь. Продолжение следует... Продолжение следует...